Следующий вопрос спрашивает Анюта. Здравствуйте, Александр. Скажите, пожалуйста, от чего зависит рост церкви? Мой муж пастор, и он много людей привел к покаянию, но в церковь за 10 лет пришел только один человек. Да, здесь явно что-то не то, Анюта, явно не то, что-то здесь не то. Возможно, ваш муж, как евангелист, он прекрасно общается с людьми, и люди приходят к Иисусу и признают Его Спасителем, но как пастор в одном лице, как евангелист, который свидетельствует этим людям, и как пастор, который приводит людей на территорию уже церкви, вот там есть что-то, там явно что-то есть, какая-то недоработка, что-то там есть. И очень даже может быть, это как гипотеза, как предположение, очень даже может быть сам стереотип церкви. Если бы ваш муж начинал церковь с нуля, вот просто из числа этих людей, которым он благовествовал и которые принимали Иисуса, церковь была бы другой. В такую бы церковь, скорее всего, все эти люди пришли. Поэтому я предполагаю, повторяюсь, это мое предположение, что сам формат церкви, в которой ваш муж является пастором, не предполагает принятие новых людей. Сильно такое, как бы уже сформированное общество, в которое трудно привести нового человека. И несмотря на то, что ваш муж там пастор, и он же благоествовал этим людям, он не может их привести в среду этой церкви. То есть в таком случае надо очень много реформировать общество церковное, чтобы оно было способно работать на неверующих людей так же, как работает ваш муж. Я так думаю. Спасибо.